Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии и ставит лайки. Сам Вэл, Коля, Баба Таня каждый раз на любой праздник получают какие-то посылки от Гаррика и Кэрри. А им в ответ кто-нибудь что-нибудь отсылает? Я помню, смотрела видео у Коли на канале, не помню на какой праздник, но эти ребята тоже передали всем подарки. Было что-то из еды, какая-то косметика и Света все это рассматривала и несколько раз сказала, что я бы тоже хотела вам что-нибудь отправить в ответ. Потом была обрезка видео и я так поняла, что Коля грубо прервал причитание мамы, потому что когда запись возобновилась, Света то же самое повторяла, но уже более смущена. Но мне действительно бы хотелось им что-то подарить. И тут уже Коля ничего вырезать не стал и довольно-таки грубо ответил, ну отправляй, кто тебе не дает? Вот в самом деле, ну кто вам не дает? Пойти купить какие-то подарки и отправить их в ответ. Адрес знаете, пользоваться почтой умеете. Делайте, чего причитать-то? Его так разозлила мама, которая так и не поняла, что нужно молчать. И просто продолжала настаивать на своем. Упорная Света. Может быть, сетники ей передавали что-нибудь, но я думаю, что севке бабе Тане вряд ли пришла такая мысль в голову, что нужно отблагодарить в ответ. Бабка вообще потребительница знатная. Ей никогда не придет в голову мысль дать что-то другому человеку. Я уверена, что если бы сейчас ей кто-то сказал об этом, она бы ответила, А что мне из этой посылки досталось? Колбаска, тильки и все. За что благодарить? За что отправлять им какие-то подарки? Орала бы, что передали Пасху, другие сладости. Так мне пришлось их отдать, я их не ела. Как-то обычно Гарик и Керри продуманные ребята, но в этот раз все-таки они сплоховали. Можно же было передать бабе Тане какие-нибудь вкусняшки, ну для диабетиков. Пусть даже они вредны, но все-таки хоть что-то было бы, чтобы баба Таня могла бы использовать сама, для себя поесть. Самой у себя дома находится, показывает, какую корзинку Гарик и Керри передали для него. Вытащил бутылку вина, разукрашенный яркий кулич и я даже не знаю, как расценить следующий презент. Вроде бы же они хорошо друг с другом общаются и подозревать мужа и жену в скрытом стебе против Самвела причин у меня нет. Вот Севка так мог бы постебаться над друзьями, прислать им подарок с умыслом, но способны ли на это Гарик и Керри? Они прислали Самвелу шоколадного петушка. Раньше, если кто-то в комментариях писал про петухов или просто присылал смайлики петушков, Севка, конечно, понимал, на что зрители намекают. Тут же начинал психовать и блокировать тех, которые это писали. Но теперь он реагирует спокойно, потому что в ТикТоке его только так и называют. Деваться некуда, человек ко всему привыкает. Ну вот и Севка привык. Когда он вытащил этот киндер-сюрприз, он слегка шалел. Он вначале даже не понял, что это такое. Когда увидел фигурку, он так недоуменно произнес, и петуха киндер-сюрприз. Но вообще-то это курочка, потому что на обертке изображено гнездо, в котором лежат расписные яйца. Ну и естественно на гнездышке сидит сама курочка. Но Севка окрестил ее петухом. Бедный, ему они теперь везде мерещатся. Также он сказал, что Олеся поздравила его и маму в денежном эквиваленте. Кто бы сомневался, что ведьма отметилась. Севка все-таки продолжает делать ей рекламу из видео в видео. А что, букетов не будет? Баба Таня как-то уже привыкла к миллиону алых роз. Далее крутится Геракл сушеный перед зеркалом, рассматривает себя. Вообще стоит в одних трусах. Ютуб такое пропускает, поэтому он себе это и позволяет. В ТикТоке ему такая мысль в голову не придет показаться. Минуты не пройдет, как его там за это заблокируют. А здесь что? Здесь можно. Рассказывал он, кстати, что похудел до 71 килограмма. Очень долго у него вес сохранялся на отметке 73, но теперь он на Игрень ездит и вес пошел вниз. В комментариях зрители постоянно спрашивают, а что ты не едешь на Игрень? Наверное, потому что поругались? Да никто там ни с кем не ругался. Кто будет ругаться? Сытники будут с ним ругаться? Или Севка с ними? Да не смешите. Севка все время проводит в ТикТоке. У него там постоянно спрашивают, как ты везде успеваешь? И канал ведешь, и работаешь в театре, и постоянно сидишь онлайн. Хоть днем зайдем, хоть ночью. Ты все время находишься здесь. И он говорит, у меня силы много, поэтому я все успеваю. Говорил, кстати, Самвел, что собирается с какими-то друзьями. Ну, наверное, с Артемом, со Светой. Может быть, Артем и Таня. Кольеньку прихватят с собой и пойдут на природу, на шашлыки. А вечером поедут на Игрень. Так что все у них в порядке, никто ни с кем не поругался. Да и с Колей у него нормальные отношения. Чего им спорить? Что им делить и какие выяснять отношения? Все там прекрасно и замечательно. Сказал, что хотел поехать к Ире, но не поехал. Так что так смешно сказал? Хотел психануть и поехать, а без психа к сестре ехать нельзя, что ли? Такая забавная формулировка. Хотел психануть и поехать. Но раз не получилось психануть, поэтому он и не поехал. Раньше, когда он зарабатывал только на своем канале, ему нужен был контент. Поэтому он и мотался и к Ире, и на Игрень, и везде. А сейчас он снимает одно видео, в лучшем случае два. И ему этого более чем достаточно. И снять он эти ролики может, не уезжая из города. А если поедет к Ире, он потратит на это целый день. Значит, не сможет играть. А не сможет играть, значит, потеряет деньги. А терять деньги сам Вэлл не привык. Он привык их зарабатывать. Он с такой гордостью говорил зрителям, что все, к чему он прикасается, приносит доход. Он везде и всюду зарабатывает. И перечислил. В театре зарабатываю, в Ютьюбе на обоих каналах зарабатываю, в ТикТок тоже. Ну что ж, кто будет спорить? Против истины не попрешь. Что есть, то есть. Пришел сам Вэлл к маме, а мамы йог. Кто бы сомневался, что баба Таня свое не упустит. Раз ей перепала какая-то вкусняшка, баба Таня найдет способ, как ее отведать. Даже если эта вкусняшка принадлежит Зине. Зина понесла свою корзинку с куличами домой. Баба Таня увязалась, естественно, за ней. У кого-то есть сомнения, что она будет есть то, что сам Вэлл ей не разрешил. У меня ни малейших сомнений в этом нет. Баба Таня себе не откажет ни за что. Хотя бы в маленьком кусинчике, хоть в маленькой крошечке. Но она все-таки, она сожрет это. Прочитал сам Вэлл в комментариях, что зрители возмущались по поводу того, что он притащил запрещенку маме. Не присылайте, ответил сам Вэлл таким невинным голосом. Не присылайте, я не буду приносить. А другим-то что? Они прислали, им плевать, что его мать будет все это сжирать и вредить своему здоровью, укорачивать свою жизнь. И происходит это не только благодаря дарителям, но ему самому. И ладно, если ТВ укоротит жизнь, а если ослепнет и будет лежать, ну и кому он сделает хуже? Сам себя накажет. Смотреть за матерью в таком состоянии, это тоже то еще удовольствие. Любой здравомыслящий человек, оказавшись на месте сам Вэлла, снял бы содержимое этих корзинок, раз уж он ведет такой контент на своем канале. Но своей маме с таким заболеванием отнес бы только то, что ей можно. Вот и нашел, Севка, я так понимаю, способ развязать себе руки, не думая о последствиях, что может все пойти не по плану. Таким невинным голосом оправдывается, не присылайте, я не буду приносить. Ну а что, с него взятки гладкие. Да, он принес, потому что маме сделали такой подарок. Но все слышали, как он запретил ей это есть. А если она не послушалась, ну так это же не его проблема. Говорит, мама молодец, такая сознательная. Все сладости отдала Зине. А то, что она поперлась вместе с Зиной и будет там все это пробовать, Севка будто не понимает. Да его мать, пусть что хочет, то и делает. Хоть с хлебом ест, хоть с водой выпьет. Позвонил Зине и возмущается, что мама не отвечает на звонки. Конечно, своей маме он сделал скидку, она плохо слышит, понятное дело. Но почему Зина не говорит ей, что звонит телефон? Бабе Тане купили слуховые аппараты. Для чего? Чтобы они в буфете лежали? Вот если бы у нее их не было, тогда можно было бы делать скидку. А так нашел крайнюю. Зина виновата. Он не может дозвониться, а виновата она. Зина говорит, мама спит на кроватке. Это после того, как баба Таня поела и приняла ванну, сон ее сморил. Она все время приходит к Зине на какой-нибудь праздник. Вначале жрет, потом откисает в ванной. Потом Зина ее тщательно отмывает. А потом бабка так устает от этого, что ей нужно лечь и поспать, набраться сил. Зина потом сказала, что они уши бабки помыли. Ушки, ушки почистили. И что, значит, все-таки отмывали? Или она ей этими палочками там все это выгребала? И пальчики помыли? Под хвостом тоже помыли? Все дырки прочистили? Боже, какая пакость! И это все по дружбе, ну, то бишь, бесплатно. Зине когда-нибудь надоест, это бестолковая типа дружба. Но вот зачем ей это нужно? Зачем ей в чистой квартире, на чистой кровати, вот этот грязный кусок абрикосинки, от которого за версту смердит? Зачем? Надя хотя бы деньги получает, а Зина за спасибо и редкие подачки? Есть зрители, которые думают о Самвеле лучше, чем он есть на самом деле. Они считают, что все-таки Самвел время от времени снабжает Зину деньгами. Самвел без камеры или хотя бы без упоминания о том, что он кому-то помог и дал деньги, делать этого не станет. Еще не вышел этот ролик, а Самвел в трансляции уже говорил о том, что он дал Зине деньги. Я согласна с теми зрителями, которые считают, что Самвел не жадный человек. Он действительно способен на широкий жест. Он готов помочь, но он всегда делает это на камеру. Хотя бы озвучить, но он это сделает, не промолчит. Поэтому он помогает Зине ровно столько, сколько озвучивает в своих роликах. Пришел он к Зине, а там его встречает мамка. Уже проснулась, с мальцленной такой улыбкой на лице. Анаконда уже нажралась, иначе не сидела бы такая довольная и улыбающаяся. Но Зина заверила Самвелу, ничего запрещенного бабе Тане не давала. Хотя та просила компот запить лекарство компотом. Бабка прожила всю жизнь и не знает, что лекарства запивают исключительно водой. Это даже знают маленькие дети. Зря Зина старалась и не давала бабке компот. Они поедут к сытникам, и там уже бабе Тане никто ничего не запретит. Она будет жрать и пить все, что ей заблагорассудится. Да, я думаю, баба Таня хоть кусочек, но все-таки выклинчит после того, как Севка уйдет, если она на самом деле ничего не ела до его прихода. ТВ будет сидеть у нее долго. Она же, если приходит в гости, то приходит основательно, поест, попьет, потом ляжет спать, проснется, еще раз поест и попьет, и только потом, может быть, пойдет домой. Свинота даже туфли не сняла. Зина у нее тоже ходит в обуви, но она всегда надевает бахилы, хотя у бабки грязи по колено. Эта же нахалка заперлась в обуви, плюхнулась в кресло, ну, будто так и надо. Все-таки уютно у Зины в квартире. Тюль висит на окнах. Это добавляет уюта. Я обратила внимание на обстановку. Вот, скорее всего, так всю жизнь Зина и прожила с этой мебелью. Только вчера про это говорила, что люди всю жизнь могут не менять свою обстановку. Севка с бабкой, конечно, меняют постоянно, потому что не умеют пользоваться вещами. Ни один, ни другой. Притащил сам Вэл маме деньги от Олеси. В другое время это сделать, я так понимаю, нельзя, да? Севка хорошо знает, чем можно разозлить свою аудиторию. Нельзя этого сделать в другое время, потому что контент не получится. Это обязательно нужно сделать здесь и сейчас, у Зины дома, в ее присутствии. Зине тоже перепала. Если я правильно поняла, он дал ей именно столько, сколько Зина должна заплатить стоматологу. Как ни крути, а это все-таки хорошая помощь. Выложить 5000 гривен за зубы для человека, который живет и рассчитывает только на себя, все-таки непросто. Она даже за интернет не заплатила. Скорее всего, по той причине, что денег банально не хватает. ТВ говорит, хотели позвонить Эдику, всех поздравили, всем позвонили. А вот Эдику не смогла, интернета у Зины нет. Ну, пусть хоть на камеру, но все-таки помог. Пусть хоть таким способом, типа на праздник, но все-таки он ей эти деньги дал. Зина взяла деньги и пошла на кухню. А бабка тут же начала свои, которые дал Севка от Олеси, слюнявить и пересчитывать. Можно подумать, он ей долг отдает, поэтому она должна знать, всю сумму он ей вернул или не всю. Выяснилось, что Самвел еще 4 тысячи ей лишние дал. Забрал он их у нее, так у нее так морда вытянулась. Она привыкла получать по 20 тысяч. И вот они были у нее в руках, и тут он 4 тысячи забирает. Так она так долго крутила и вертела насчет этих денег, что забираешь, да? А что? Нормальная мать сказала бы, ну забирай. Раз ты для себя снимал 4 тысячи, да сколько дал, столько дал мне хватит. Господи, зачем я буду считать? Нет, а это стало выяснять. Какую конкретно сумму подарила ей Олеся? В какой валюте? Будет считать, правильно он конвентировал или нет? Интересно, если выяснится, что он ей 200 гривен, к примеру, не додал, она будет требовать с него эти деньги? Какая алчная старуха. Вот что бы она ни сделала, что бы она ни сказала, вот все мерзко. Зина же пошла на кухню, порезала пасху, которую пекла Катя. Угостить же Севочку надо хоть чем-то. Самвел тут же говорит, а у меня пасхи более мягкие, воздушные, а у нее плотные. Ну, в общем-то, он прав. Я тоже обратила на это внимание, еще до того, как он стал про это говорить. Они, когда с Игорем сидели в машине и ели кулич, он был весь такой воздушный, прям Самвел показал его в разрезе. Видно было, что тесто очень пористое и мягкое. Ой, сколько он этих куличей напек для тех, с кем играет. Кому-то он сам их предлагал, кто-то выпрашивал. Ты, да, ну, пришли мне, пришли, пришли. И он никому не отказал, послал всем. Несколько раз он заводил тесто. Если быть точно, он делал это дважды. Пробовать куличи Самвел не стал. Он выпил только компот. Собрался уходить. А Зина еще хотела с ним посплетничать без камеры по поводу Нади. Севка сразу догадался. Че, по поводу Нади разговор? Она, ну, да, по поводу Нади. Ну, у тебя все время камера включена. Вот прям, ну, никак невозможно с ним посудачить без этого объектива. Как же они там все похожи. Зина прет на Надю. Надя на Зину. И так по кругу. Ну, вот такая она крепкая женская дружба. Что тут поделаешь? Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал.